Кстати, тут вот, я обратил внимание, интересна такая особенность местных домов. Такие вот сени, выступающие небольшие, практически у каждого дома есть. Простор открывается отсюда. Да, просто, уже после Грузии, сразу так, такие просторы, столько земли дохеричь, вообще, там как-то, да, все-таки, ну, во-первых, и горы, и даже, где есть равнины, там тоже практически все застроено, и дома там довольно-таки тесно стоят, а здесь. Равнина огромная, там начаются эти вот, живи не хочу. Да, не дают русским людям прийти в себя, постоянно какая-то жопа. Прямо-то какое-то бремя, такие огромные территории. Иду уже прям по самой окраине, а дома здесь еще жилые, то есть, как бы деревня-то еще не такая, прям уж брошенная. Да, такие забытые дома, заросшие есть, но и жилой хватает. Ну, я так понимаю, с каменьки, наверное, больше сопряжать. Ну, и так же, как и Головщину, дети сказали, тут в Москве многие живут. Сейчас иду домой, пацаны, когда они меня видели, один такой, говорит, который мелкий. Блин, я первый раз вижу живого туриста, в смысле, живого туриста. Он сказал, живого, ну да, ну, в общем, вот. Вот, я так думаю, блин, а в натуре, вот, действительно, в провинции, в российской, туристов практически никто и не видит. А уж про иностранцев, тем более, не говорю. Поэтому у нас всех воспринимает так, как рассказывает телевизор. Поэтому, там, где курортная зона, там, конечно, население более такое открытое, как-то проще относится к другим национальностям. Первая собака, кстати, в деревне. И на цепи, не то, что в Грузии. Запах полей, прям, да. Какой кайф. Какая-то суровая тёська идёт. Кто-то ей позвонил, не знаю, дети, не знаю, муж. Там, матюками, там, коз накорми, туда не ходи, отомыл полы, там ещё что-то. Короче, такая прям деревенская. Всё засажено подсолнухами. Судя по их количеству, можно предположить, что в Пензе масло подсолнечное должно стоить вообще копейки. Ну, и какие-нибудь продукты из семечек, не знаю, там, казинаки, там, халва, ещё что-то. Но, на самом деле, после Грузии сходил в магазин. Подорожало, подорожало. И хлеб, кстати, тоже подорожало были. Эти слепные здесь кусают. Россия. Кстати, сегодня вот смотрел прогноз перед выходом. На сегодня было ясно. Что-то как-то не очень совпало. Да, подсолнухи-то красиво, но, мне кажется, уже перебор с ними. За счёт их как-то прям слишком много. Сделал привал. Берёзка. На окраине поля. Приятно так посидеть. Такой тёплый взырок. Берёзы шуршат листьями. Прям отлично. Там рябы какие-то вылезли от сырости. Сейчас чуть посижу и потопаю дальше. Через поля. Здесь также подсолнухи. Собственно, вот цель. Такая интересная, необычная церковь старинная. Там вон тоже. А, ну там вроде зерно. На подсолнухе он тоже видно жёлтый. Ну, кстати, да, поля вот засажены. Все прям, можно сказать. Какой-то бугор непонятный. Подсолнухов очень много во всей области. Содолбать, что-то этих сколько много. Слепни просто охренеть. Наверное, сыро. Это сырость. Поэтому они расплодили. Что-то как-то в прошлый год. Ну, подхожу к деревне. Кто-то здесь всё-таки живёт. Не совсем она. Ну, она может быть и совсем заброшенная. Но всё-таки люди тут есть. Ну, вот с той стороны, вот видно. Ну, там что-то блестело на солнце. И слышно там петух кричал. Ну, видит, живёт кто-то там. Какой-то отшельник. Или семья такая. Любящая одиночество. Интересный знак. H2O с крестом. Типа святая вода, что ли? Родник, может, какой-то. Пруд сильно заросший. Поэтому к нему не подойдёшь. Там видно, всё тоже заросло. С этой стороны, наверное, один дом остался. Вот этот наш сосновок больше я не увидел. С той стороны ещё что-то есть. Какие-то постройки. Там, наверное, тоже дома были. Сосна растёт. Сажал по-любому кто-то. Туда же провода уже все сняли. Вот так что всё. А деревня-то была большая, если посмотреть по остаткам. С двух сторон этого пруда. Довольно-таки вытянутая. Похоже, жители приезжают как раз с той стороны, с которой я шёл. Со стороны Кочетовки. Потому что здесь вообще вот такая дорога, забытая всеми. Не знаю, когда последний раз по ней проезжали. А вот в этих зарослях кладбище старое. Похоже, уже туда и тоже никто не приезжает давно. Похоже, это дорога есть, садки. Ну да, церковь тут мощная, надо сказать. И оригинальная постройка, и большая. Не знаю, залезть туда получится или нет. Будем уж коровники какие-то. Какая башня. Охренеть. Сейчас рюкзак мешает. Ну, короче, можно только зайти на эту башню. Сколько течёт говно. Веками, наверное, скапливается. А здесь глухая. Здесь такой большой зал. Ну, Ну, есть еще какие-то картинки даже. Субтитры сделал DimaTorzok Как в фильме ужасов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто это? Ого! 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 Здесь, походу, какой-то склад горючего, что-ли, был, что-то какой-то, понятно, болот, отстойник какой-то, наверное, тут даже не растет ничего, вот я... Почти, наверное, сулили что-ли? Летел с обратной стороны туда идти, получается, здесь вот этот вал крапивы по поясу, вот, на пустых в принципе по одному прямо, а с той стороны тоже крапива такая же, еще выше, плотнее, так что, вот, не пойду я туда, да, церковь в чистом поле, прям как мне нравится. Балкон был. Здесь, наверное, холодники, что ли, какие-то. Когда-то здесь жили люди. Хочу сейчас еще посмотреть на нее сбоку, чтобы вот вот задний, задний купол тоже был, видно. Надо было в темне сейчас, конечно. с этой стороны вот тут еще, блин, асфальт даже есть, надо же. Выжил. с этой стороны. Какой это, крепкий, блин, надо же, сидеть. с этой стороны. Ну, еще вот так. с этой стороны. С этой стороны. С этой стороны. второй. Это были все время выжил, международные силы, almost of a march of 210-13-13 часов. Дорога здесь какая-то прям еле-еле накатанная. Наверное посадили и все, больше никто не заезжал. Вот это получше, видно, чаще ездит, но это уже на Титово, как раз куда мне надо. Ну еще напоследок, видно церковь. Сколько подсолнуха, офигеть. Видно, что асфальта здесь никогда не было и на щебневку тоже не похоже. Наверное, хотели сделать, и страна развалилась. И вот так оставили этот насыпь в недоделанном состоянии. Здесь, собственно, наверное, все-таки кто-то сажал, потому что они вот идут по краю. Сейчас проехал мужик, сено вез на газу, на большом грузовом с кузовом. Думаю, тормознуть, не тормознуть. Думаю, остановит, поеду до Титово. Не остановит, ну, сам. Тормозить не буду специально, если остановит, то поеду. Не остановит, не остановил. Ну, ладно, пойду пешком. Все равно я не рассчитывал здесь точно на чем-то доехать. Сейчас уже где-то полпятого вечера, поэтому сейчас тоже в Титово вечером, в субботу как-то не очень хочется. Вот. Ладно, прогуляюсь еще лучше тогда, чтобы завтра поменьше идти. Я думал, может, около церкви там знаю, что там пруд может, что-то. А около церкви там вообще ничего интересного. Вон она, кстати. С буром уже. Такое вот хреновое утро. Час только вот кончился дождь. Такой мелкий, неприятный. Часа два, наверное, шел утром. Не знаю, будет дальше или не будет. Что-то какая-то погода, хрен поймешь. Хотя прогноза не было на сегодня. Ничего такого даже. Был только на вечер с воскресенья на понедельник. А вот с субботом и воскресенья не было. И вообще утро было нарисовано таким ясным. Вон, даже угадывайте, перестали, козлы. Метеорологи. Сейчас опять по росе по этой, по мокрой лезть. Ну, еще прям было очень тихо. Прям вообще как-то нереально. Единственное, леса кричала где-то вот недалеко. Вот здесь вот лаяла. Ну и собаки. Собак было слышно с деревни, с Титова. Ладно, короче, двигаю пока. Опять снова не начался дождик. Дорогу хоть не промочил. Я думаю, хуже будет. Но стенд намок прям так хорошо. Дорогу вообще не промочил. Ну, кстати, все-таки утро это прям вообще люблю. Я утро так вот в полях. Хотел сказать, что вчера здесь по этой дороге что-то прям катались вечером. Наверное, трактора ехали. Вот, не знаю, наверное, пашут, может уже косить начали. Зерно. Плюс еще мужик вот этот за сеном. Пару раз, наверное, ездил. Даже легковушку какую-то я видел. Поехал, когда я уже пошел палатку стоять. Так что, еще можно даже доехать с кем-то. Ладно. Тут где-то километра четыре до Титова. Буду наслаждаться утром. Главное, что без дождя. Это прям вот самое то. Тишина какая. Даже птицы не слышно. Я не знаю. Свои как-то. Они смогут сделать отこれは. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Или собирать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сидел вот так вот, думаю Надо посмотреть свои видосы, что-то старые На Ютубе Открыл там Какие-нибудь пензенские именно Включил там какой-то видос С прошлого лета Что-то прям Так захотелось В эти пензенские поля Которые я сейчас называю скучными Все-таки я так понимаю, что Тянуть меня сюда будет Независимо от того, где бы я ни находился Хоть в Гималайях Хоть на Марсе Да, с одной стороны вроде Ну для кого-то, да, наверное Это скучная природа Ну и для меня, как бы тоже Если честно сказать Ну просто в ней, как это говорится Что-то родное Родина Блин Просто слишком много Я по ней хожу Вот по этой родине По пензенской природе Пензенским полям Поэтому они Все сильнее западают в душу Вот Когда как-то мало Ну в самом пензе Пензе там Выход на озеро покупался Как-то вот этого всего не видишь Ну не проникаешься Вот Этим всем Этим утром в полях Небом таким Разным И в плохую погоду И в хорошую Облаками То есть вот этим всем Не проникаешься И кажется Ну и как-то вроде Да, пенза Какая разница В каком городе жить Привыкаешь больше к городу, наверное Вот В общем-ка, короче Какие-то такие мысли В этой Скучной природе Пензенской Ну кто родился Например, даже в тех же Степях Казахстана Где там вообще все Однообразно Их тянет туда К запаху полыни По утрам И ночью Ну А мы дети Пензенских Лес и степей Ну Муж Продолжение следует... Продолжение следует...